Первые два года тренировки начинались в 7 утра, каждый день. Ни разу не проспали за всё время. Шестилетний Ярослав готовится выйти на ледовую арену в качестве полноправного игрока сборной. Раньше о таком он только мечтал. Но вот реальный пример того, как мечты могут стать явью. Отправленное Деду Морозу письмо дало отклик, который определил дальнейшую судьбу юного хоккеиста. У меня есть мечта хотя бы немного потренироваться на льду с игроками Витязя. Дедушка Мороз, если это в твоих силах, помоги мне, пожалуйста. Так из болельщика клуба «Воевода» Ярослав превратился в нападающего команды белых, играющего против красных. Сегодня главный тренер хоккейного клуба «Витязь» решил перемешать мастеров «Витязя» с их фанатами, чтобы игра получилась более эмоциональная и азартная. Клубу болельщиков «Воевода» более шести лет. Его представляют банкиры, школьники, пенсионеры, строители, менеджеры, люди самых разных профессий, возрастов и интересов. В перерывах между матчами они обсуждают всевозможные темы – поэзию Есенина, политическую обстановку в Украине, курсы валюты и многое другое. Все мы едины, мы все дружим и за пределами хоккейной площадки. И это хорошо, я вместе с этой командой нашел очень много друзей для себя. В товарищеской встрече этого сезона все необычно, в том числе и участие Светланы в качестве вратаря. Это ее дебют на хоккейном поле, но болельщик она профессиональный. К тому же сын занимается четвертый год этим видом спорта. Он-то и одолжил маме форму вратаря. Главное желание, и главное, чтобы внутренний человек был хоккеист тоже. А так как я, наверное, я тоже хоккеист, наверное, мне надо было и мальчиком родиться. Дебютанты-хоккеисты на отлично справились со своей ролью. Юный Ярослав несколько раз забил ворота противника шайбу, атаковал не по-детски. А Светлана мужественно защищала ворота, зачастую мастерски спасая их от нападения. Игра выглядела динамичной, скоростной, безо всяких послаблений. Не обошлось даже без драки, что нисколько не испортило дружеских взаимоотношений между игроками «Витязя» и их болельщиками. Даже счет в финале матча оказался дружеским. 11-11 в основное время и 2-2 по булитам. Елена Филина и Владимир Новиков. Новости Подмосковья. Из Подольска. Новости Подмосковья. Новости Подмосковья. Продолжение следует...